Добрый день. Слышно меня? Да, здравствуйте. Да, хорошо. Здравствуйте. Добрый день. У нас сегодня тема безопасность Unix. Дело в том, что Unix возник как одна из первых многопользовательских систем с разделением времени. И поскольку у нас сразу несколько пользователей могли одновременно работать на компьютере, то нужно было разграничивать как-то их полномочия, их права. И соответственно вводить какие-то уровни безопасности. Под безопасностью мы тут понимаем как разграничение полномочий административное, так и более продвинутые современные методы безопасности. Это использование шифрования и защита операционных систем на уровне реализации, защита от всяких нападений. Но в частности, поскольку у нас, как вы знаете, большинство процессоров выполнено по фонной москартиктуре, соответственно и операционные системы приспособлены для этой архитектуры. Это архитектура с астеком у нас. И очень часто у нас возникают атаки на переполнение астека и переполнение буфера. Вообще, безопасность у нас... Если вы не хотите ничего говорить, то, наверное, лучше выключить микрофон. Значит, безопасность у нас состоит из трех основных частей. Это целостность, конфиденциальность и работоспособность. Целостность — это чтобы у нас не разрушалась информация, например, хранящаяся в базе данных. Мы должны быть уверены, что она всегда работоспособна. Далее у нас конфиденциальность. То, что при передаче информации она не будет разглашена. Но обычно для этого используют криптографию. И работоспособность — это то, что у нас система, любая, постоянно работает тогда, когда нужно. Ну и, соответственно, есть набор атак на все эти критерии безопасности. Ну и давайте мы прослушаем набор докладов, если они есть по безопасности в Вениксе. Значит, Толебу какой-то вопрос задал. У вас какой-то вопрос, да? Извините, я уже делал презентацию и доклады по теме строения сравнения систем уравнения, но я еще не делал презентацию. Не совсем понимаю вас. У нас по докладам вы должны взять тему на определенную лекцию и к этой лекции выложить презентацию, доклад и видеозапись. Вы это сделали все? Да, да. Я уже все делали, отправили. Ну и что? Ну и на туризисе. Ну а у вас стоит оценка какая-то? Нет. Что там у вас стоит? А? Нет. Я еще не получил. Я не должен делали. Для какой лекции вы делали? Я не понимаю, что вы хотите. Попробуйте письменно изложить. Когда письменно пишут, то сначала думают, а потом излагают мысли. Итак, Ведмина Александра Сергеевна. Здесь. Да, давайте. Видно презентацию? Да, видно на весь экран, пожалуйста. Так, на начало. Да, хорошо. Тема моей презентации – это методы криптования закрытым ключом. Меня зовут Ведмина Александра. Актуальность моей работы. Так как в современном мире, где мы каждый день используем цифровые технологии, нам важно следить за сохранением, сохранностью информации, то использование ненадежных, нестойких шифров может способствовать ее утечке. Конечно, тема сохранности данных, она была важна не только в наши дни, но и всегда. Например, еще до появления компьютеров нужно было зашифровывать тайные послания, сообщения и так далее. В этой работе будут рассмотрены основные методы шифрования закрытым ключом. Это замена, перестановка, комбинированные методы и некоторые другие. Моей целью стоит изучение различных методов криптования на основе закрытого ключа. Собственно, перейдем к понятию самого криптования. Криптование – это некое преобразование информации с помощью секретного шифра с целью ее защиты. В чем состоит особенность закрытого ключа? В отличие от открытого, где многие знают, как расшифровать информацию, у закрытого ключа только владелец знает, как это сделать, может зашифровывать данные и расшифровывать их. На практике часто используются алгоритмы, мной уже перечисленные, это перестановка, подстановка и комбинированные методы. Здесь они представлены в таблице. Собственно, сейчас мы ее рассмотрим. Метод перестановки. Это самый незамысловатый метод из всех. Он подразумевает перемену символов местами в исходном тексте. Чтобы повысить надежность, этого шифрования можно сделать перестановку несколько раз с помощью разных ключей. Ключи — это определенное правило, по которому зашифровываются данные. На картинке представлены две таблицы. Слева исходный текст до перестановки. Можно видеть, что в первой строке написано «Феликан», а во второй таблице первой строки уже какое-то непонятное сочетание букв. Если внимательно посмотреть, можно выявить некие закономерности. Например, первый символ в строке будет последним символом в строке, второй неизменным и так далее. Метод замены. Методы замены бывают многолфавитные и одноалфавитные, в зависимости от количества используемых алфавитов. Здесь все основано на том, что мы заменяем буквы исходного текста символами из другого алфавита по параллельному ключу. Примером может послужить шифр Цезаря, представленный на слайде. Гай Юлий Цезарь заменил одни буквы другими за сдвигом на три символа. Например, A стало D, B – E и так далее. Более того, похожий способ шифрования был и на Руси, только назывался тарабарщиной для тарабарской грамоты и литереи, и его в своей переписке использовали Сергий Радонежский и митрополит Киприан. Одноалфавитные шифры. К одноалфавитным методам постановки относятся пропорциональные и монофические шифры. Здесь все завязано на частоте появления зашифрованных знаков. Например, в пропорциональных шифрах используется методика такая, что чем чаще встречается символ в исходном тексте, тем больше у него будет замен. А в монофических стараются сделать так, чтобы у каждого символа исходного текста было примерно одинаковое количество замен. Однако и пропорциональные, и монофические шифры подвержены частотному анализу. Частотный анализ – это некий метод расшифровки информации, который основан на том, что считается частота появления символов в зашифрованном тексте и сравнивается с исходным. И считается, что это всегда будет примерно одинаково, как бы мы ни старались. И на основе этого можно делать некие гипотезы, чтобы подобрать ключ. Блочное шифрование. Блочное шифрование – это вид симметричного шифрования. Он работает с блоками, группами бит фиксированной длины. Наиболее ярким примером является сеть фистеля. Она представляет собой конструкцию из ячеек. На вход каждой ячейки поступают данные и ключ, а на выходе каждой из них измененные данные и измененный ключ. Рассмотрим, как работает алгоритм сети фистеля. У нас есть левый подблок и правый подблок. Левый подблок изменяется с помощью некой функции, которую мы не знаем. Правый подблок на первом шаге остается без изменений. Затем эти подблоки складываются по модулю 2, и результат становится новым правым подблоком, а прежний правый подблок – левым подблоком. Собственно, в этом и состоит весь алгоритм. Хочется отметить, что, будучи созданной в 1971 году, сеть фистеля до сих пор активно используется в наши дни в основе многих современных криптографических протоколов. Выводы. Мы изучили различные методы шифрования на основе закрытого ключа, замену перестановку комбинированной методы, а также смотрели частные случаи, такие как шифр Цезаря и сеть фистеля. На этом мое выступление закончено. Спасибо за внимание. Спасибо. Желательно только ударение оставить на нужные места. Ну, так вполне неплохо. Кузьмин. Нет Кузьмина. Солдатов. Чувакина. Чувакина. Иванов. Я здесь. Меня слышно? Да. Видно? Да. На весь экран делайте, пожалуйста. А как здесь на весь экран делайте? Нормально? Начинаем. Вообще-то у меня есть стрелочка расширения сверху справа. Нет, это не она, да. Нет, не она. Вот зачем вы используете программы, которыми не умеете пользоваться? Если... Это я через браузер просто просмотрю. Ну, не умеете пользоваться, зачем используете? Насколько я помню, в браузере F11 это фуллскрин, что у тебя рамки пропадут. Нет, ничего не пропало. Нет, нет, нет. Да, вы прощаетесь. Давайте тогда. Тему моего доклада – современные методы криптографии. Меня зовут Иванов Сергей. Что такое криптография? Криптография – это метод защиты данных путем их шифрования. Так, чтобы их было невозможно прочитать без расшифровки. Элементы криптографии включают в себя алгоритмы, которые изменяют информацию, и ключи, которые используются для шифрования и расшифровки данных. Простыми словами, процесс криптографии заключается в зашифровке информации, передаче ее получателю и расшифровке ее получателям. Для чего нужна криптография? Ее цель состоит в том, чтобы обеспечить конфиденциальность информации. Без ключа шифрованные данные представляются как непонятный набор символов, что делает их непригодными для прочтения. Но получатель, имея правильный ключ, может расшифровать информацию и прочитать ее. Кроме того, криптография также используется для обеспечения целостности данных. Благодаря процессу шифрования отправители-получатель могут быть уверены в том, что сообщение не было изменено в ходе передачи. Ежедневно мы обмениваемся множеством сообщений, снимаем наличные с банкоматов, оплачиваем онлайн-покупки. И все эти данные подвергаются процессам шифрования, которые с точки зрения обычного человека занимаются долей секунды. Где применяется криптография? Это банковские транзакции, когда мы совершаем онлайн-платежи или проводим банковские операции через интернет. Наши данные шифруются с использованием криптографии. Для защиты персональных данных сайты, которые собирают личную информацию, также используют шифрование данных. Это особенно важно для таких сайтов, которые собирают паспортные данные и банковские карты. Безопасность подключения. Без криптографии было бы невозможно пользоваться публичным Wi-Fi. При подключении к сети пользователи могут быть уверены в том, что их данные не попадут к третьим лицам. Также используются в государственных службах и военных переговорах. Любые заочные контакты государственных деятелей козируются спецслужбами. Из той же цели шифруется вся военная документация и сообщения. При этом во многих странах даже есть специальные подразделения, которые занимаются дешифровкой данных противников. Современные методы криптографии опираются на четыре ключевых принципа. Это аутентификация. Отправитель и получатель должны удостоверить свою личность, чтобы данные оставались в безопасности. Ответственность. Отправитель сообщения не может отрицать свою роль в передаче информации. Конфиденциальность. Исходная информация доступна только тем, у кого есть соответствующие ключи шифрования и целостность. Зашифрованные данные доставляются получателю в незменном виде, обеспечивая сохранение целостности сообщения в процессе передачи. В современной криптографии существует три самых основных используемых метода. Это шифрование, стегонография и кодирование. Шифрование. С помощью алгоритмов шифрования информация преобразуется в хаотичный на первый взгляд набор символов. Для того, чтобы преобразовать эти данные и получить исходную информацию, нужен ключ. Ключ – это комбинации правил и инструкций для преобразования данных. Шифрование считается самым распространенным методом и делится еще на три подвида. И первый подвид – это симметричные алгоритмы шифрования. Они используют один и тот же ключ, как для зашифрования, так и для расшифровки данных. Примером является его применение в финансовых транзакциях и онлайн платежах. Но такие алгоритмы считаются уязвимыми для атак, потому что ключ могут перехватить. Поэтому они используются в основном для хранения, а не передачи данных. Асимметричный алгоритм. Он отличается тем, что отправитель шифрует сообщение с помощью своего открытого ключа, а получатель использует свой приватный ключ. Такая уникальная пара публичный ключ-приватный ключ обеспечивает более надежную защиту и предотвращает возможность кражи ключа. Такие алгоритмы используются для создания цифровых подписей и других задач. И третий подвид – это хэширование. Оно интересно тем, что они имеют обратной силы. Хэшированные данные невозможно расшифровать. Благодаря этому метод используется в программировании, где важно малейшее изменение данных. Например, когда пользователь вводит пароль, система хэширует его и сверяется с этим хэшем в базе данных. Если все верно, пользователь попадет в личный кабинет. А если допущена хотя бы одна ошибка, тогда хэши не совпадут, и во входе будет отказано. И следующий метод – это стегонография. Ее суть заключается в том, чтобы скрыть данные внутри других данных. Таким образом, чтобы скрыть в тайне сам факт передачи. С помощью стегонографии можно спрятать любой цифровой контент, включая тексты, изображения, аудио и видео. А когда эта информация поступает к адресат, ее извлекают. Вот, например, можно написать на бумаге текст молоком, тогда его не будет видно, но если его нагреть, то текст проявится. И третий метод – это кодирование. Для раскрытия закодирования информации достаточно знать правила кодирования. Обычно при использовании этого метода данные символы меняются на определенный набор других символов. Кроме скрытия данных, кодирование часто используется и в повседневной жизни. Самый простой пример кодирования – это семафорная азбука, которую используют моряки для передачи сообщений. В этой азбуке буквы алфавита заменены на взмахе флажками. В России криптография регулируется на законодательном уровне, а ее использование контролирует Федеральная служба безопасности. Есть несколько законов и положений, которые влияют на сферу криптографии. Например, положение ПКЗ-2005, которое регламентирует разработку, продажу и использование такого оборудования. Федеральный закон, который описывает порядок получения лицензии на шифровальные средства. Указ президента, который запрещает создание и использование нелицензионных шифровальных средств и различные ГОСТы. Один из которых описывает правила формирования цифровых подписей. И, подводя вывод, еще раз подчеркну, что современные методы криптографии играют ключевую роль в обеспечении безопасности информации в цифровую эпоху, защищая наши личные данные от хакеров, кибер-угроз и других угроз подобного рода. В этом доклад окончен. Спасибо за внимание. Спасибо. Камягин. Отсутствует, да? Замула. Да, я. Здрасте. Давайте. Так, на весь экран. Не получилось у вас. Вы расшариваете окно или весь экран? Именно презентацию. Надо весь экран расшаривать. Сейчас. 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 так видно в режиме все-таки презентации сделайте вот хорошо да давайте презентация на тему метка защита от атаки типа переполнения буфера ведение переполнения буфера является одной из наиболее распространенной уязвимостей программным обеспечить обеспечения которая может быть использована злоумышленными для выполнения предмостного кода или получение несанкционированного доступа к системе в данном плане лекции мы рассмотрим суть переполнения буфера и его причины и последствия также мета защиты от эту изимости что такое переполнение буфера это тип атаки на программное обеспечение при котором данные превышающий размер выделенного буфера записывается в память что может привести к нарушения работы программы даже к возможности выполнения вредномосного кода буфер это область памяти используем для временного хранения данных он имеет фиксированный размер который определяется программой когда данные записываются в буфер они должны быть не большего размера однако если программист не предусмотрел проверку размера данных то при записи буферу может произойти переполнение переполнение буфера может быть использована злоумышленными для выполнения различных таких как внедрение вредоносного кода, перезапись важных данных или даже получение удаленного доступа к системе. Причины переполнения буфера. Переполнение буфера может пройти по нескольким причинам. Одной из основных причин переполнения буфера является неправильная проверка размера данных, которые записываются в буфер. Если программист не участвует размер данных и не проверяет, что они не превышают размер буфера, то при записи в буфер может произойти переполнение. Еще одной причиной переполнения буфера является некорректная обработка пользовательского ввода. Если программист не проверяет входные данные на соответствии ожидаемому формату или неограничен их размер, злоумышленник может ввести данные большего размера, чем ожидается, и вызвать переполнение буфера. Некорректные алгоритмы обработки данных могут также привести к переполнению буфера. Например, если программа неправильно вычисляет размер данных или неправильно управляет указателями на буфер, то может пройти к переполнению. Последствия переполнения буфера. Переполнение буфера является серьезной уязвимостью, которая может иметь различные последствия для безопасности системы. Вот некоторые из них. Одним из наиболее опасных последствий при переполнении буфера является возможность выполнения вредоносного кода. Если злоумышленник может переполнить буфер и записать в него свой вредоносный код, то он сможет получить полный контроль над системой. Это может привести к краже данных, удалению файлов, установке вредоносного программного обеспечения и другим негативным последствиям. Переполнение буфера может перевести к крах программы. Если буфер переполняется, то данные могут быть записаны в область памяти, которая не предназначена для хранения этих данных. Это может привести к некорректной работе программы и ее аварийному завершению. Крах программы может привести к потере данных и недоступности к сервису. Переполнение буфера может привести к утечке конфиденциальных данных. Если буфер переполняется и записывает данные за его пределами, то эти данные могут быть доступны злоумышленнику. Например, если переполнение происходит в буфере, который содержит пароль или другую конфиденциальную информацию, то злоумышленник может получить доступ к этим данным и использовать их в своих целях. Методы защиты от переполнения буфера. Переполнение буфера является одной из наиболее распространенных уязвимостей программного обеспечения. Однако, существуют различные методы и техники, которые могут помочь защищать программу от этих уязвимостей. Рассмотрим некоторые из них. В RING есть некоторые встроенные механизмы, которые предотвращают выполнение потенциально-вредоносного кода в случае переполнения буфера в программе. ACLR – рандомизация расположения адресного пространства. Это рандомизирует адреса памяти, используемой программой каждый раз, когда она запускается. Это становится препятствием на пути злоумышленников, поскольку это мешает им легко сделать рабочий эксплойт. Например, если каждый раз меняется обратный адрес, на который вы хотите перенаправить свою программу, она не может быть жестко закодирована в эксплойте. Это особенность самой ОС. Чтобы отключить ACLR, это должно быть запущено снова после перезагрузки, если оно не включено в сценарий запуска, который автоматически выполняется при каждой загрузке. Предотвращение выполнения данных. Это помечает некоторые уязвимости части в памяти как неисполняемой. Это особенность компилятора. Некоторые директивы можно использовать во время компиляции, чтобы отключить такие функции защиты, поскольку они включены по умолчанию. gss, например, –no stack protector, отключает стековую часть, а параметр –z access stack сделает исполняемую и пучу из стеков. Во время разработки существуют инструменты, которые могут анализировать исходный код и работающие программы, чтобы попытаться обнаружить опасные конструкции или ошибки переполнения до того, как эти ошибки попадут в готовый программное обеспечение. Например, Adtrace Scentizer – это инструмент программирования с открытым исходным кодом, который обнаруживает ошибки, повреждения памяти, такие как переполнение буфера или доступ к вещащему указателю. И более быстрый – такие как Valgrind – это программный инструмент для откладки памяти, обнаружения утечек памяти и профилирования. Предлагаю такие возможности. Однако, этот инструмент требует активного участия разработчиков. Неисполняемый стек предотвращает выполнение кода в области памяти стека или динамической памяти, а также запись исполняемого кода, что может в некоторых случаях предотвратить эксплуатацию переполнения буфера. Таким образом, произвести переполнение буфера путем инъекции стека исполняемого кода представляется невозможным, если используется неисполняемый стек. Выводы. Это же некоторые из метров защиты от переполнения буфера. Важно понимать, что защита от этой уязвимости требует комплексного подхода и комбинации различных методов и техник. Кроме того, необходимо учитывать особенности конкретной системы и программного обеспечения, чтобы выбрать наиболее эффективные меры защиты. Все. Спасибо. Игнатова. Да, и здесь. Так, видно? Да, да, хорошо, давайте. Всем здравствуйте. Я хочу рассказать доклад про методы организации безопасности в операционных системах. Я Игнатова Анастасия Александровна. Не знаю, университета Российского дружбонарода. Информация обо мне. Я студентка первого курса направления бизнес-информатики, учебная группа НБИБД 0123. Содержание моей презентации состоит из различных способов обеспечения безопасности. Первое – это аутентификация и авторизация. Второе – это управление доступом. Третье – это сшифрование данных, которые рассказывают ребята. Четвертое – это обновление патчей. Пятое – брендмоворы и сетевые политики. Шестое – мониторинг-регистрация событий. Седьмое – многофакторная аутентификация. Восьмое – виртуализация и контейнеризация. И девятое – безопасная конфигурация. Все вот это нам обеспечивает безопасность в операционных системах Unix. И сейчас я расскажу о каждой из них. После этого расскажу про актуальность темы. Актуальность темы заключается в том, что Unix – это достаточно популярная система. Существуют различные угрозы безопасности. Ну и в принципе, принципы безопасности очень важны для различных специалистов, организаций. Объект исследования у нас будет Unix-система. Научная новизна – адаптация существующих методов к Unix-системам. Практическая значимость работы – высокая за актуальность темы. Цель моего исследования – это обзор методов безопасности или понимания работы системы Unix. Для пользы за исследование использование определенных методов организации безопасности в Unix-системах существенно снижает вероятность успешных кибератак и обеспечивает эффективную защиту данных и ресурсов. Задачи исследования – обзор существующих методов, ну и, собственно, анализ методов. Инструменты исследования я использовала литературный обзор, анализ данных. Материалы исследования – это различные научные статьи, которые я нашла в интернете, и материалы ТУИС. Минты исследования – аналистические. Что ж, поговорим про первое. Это идентификация и авторизация. С этого начинается вся работа в Unix и заканчивается тем, что пользователь выходит из системы. Вначале запускается процесс дети, который проверяет, запрашивает, точнее, логин и пароль пользователя. Если затем запускается процесс логин, и если UID и GID, которые ввел пользователь, совпадает с тем, что требует логин, то пользователи впускают в систему. Если как раз-таки там пароль не верный или еще что-то, то возвращается все к дети. Второе – это управление доступом. В Unix системах есть три вида управления доступом. Первое – это чтение, второе – это запись, ну и третье – это использование. Есть различные группы пользователей также. Ну и для каждого файла есть определенный список того, что может делать с ним каждый пользователь. Допустим, суперпользователь может отсуществлять запись файла, а обычный пользователь может только читать. У каждого файла также есть UID и GID. Суперпользователь у нас управляет абсолютно всеми правами доступа, которые есть у нас в системе, и также имеет нулевые UID и GID. Шифрование данных. Существуют очень различные методы. Там вот у меня перечислены различные инструменты, но если говорить простым языком, есть разные... Сейчас, на секунду. Есть разные шифрования на уровне файловой системы, разные шифрования резервных копий, протоколов связи. Это позволяет также обеспечить безопасность для нас. Это обновления и патчи. Конечно же, они необходимы, потому что хакеры и вообще люди, которые пытаются как-то скомпилировать информацию, не стоят на месте, технологии развиваются. Соответственно, мы должны постоянно обновлять наши методы безопасности для лучшего распознавания угроз. Выпускаются различные патчи ядра, пакетные менеджеры, обновления прикладного программного обеспечения, уведомления о безопасности, автоматические обновления, резервное копирование, мониторинг-реагирование. Зачем нужно резервное копирование? Для того, чтобы, если вдруг какое-то обновление вышло некорректным, то есть как-то влияет на работоспособность системы негативно, то мы могли спокойно откатить настройки и спокойно убрать обновления и вернуть в работоспособность системы. BrandMaur и сетевые политики тоже используются для защиты Unix. Есть IP-фильтрация, управление портами, ограничение сетевых протоколов, международные сетевые экраны, прозрачение, прокси-серверы, мониторинг сетевого активности и централизованное управление правилами. Конечно же, всеми это присутствует у нас в системе. Но вообще используется для контроля сетевого трафика и защиты от вредоносных атак из внешних сетей. Далее у нас идет мониторинг регистрации событий. Конечно же, это, опять же, нужно для анализа операционной системы. Все ли в порядке у нас с системой, никто ли к нам не прорвался, грубо говоря. Существуют аудит-системы, журнализирование событий, СИСЛОК, которые изображены у меня как раз на картинке. Есть различные использования инструментов мониторинга, интеграция системы направления инцидентами. Журнальное копирование. Это вот то, про что я уже говорила на предыдущих слайдах. То, что действительно рекомендуется делать абсолютно всегда, является дополнительным уровнем безопасности для нас, потому что мы защищаем себя не только от каких-либо преступников, но еще и от себя, от своих каких-то ошибок. И да, нужно ли отката системы в случае того, если что-то пойдет не так. Виртуализация и контейнеризация используются, чтобы не проверять, грубо говоря, на своем компьютере все атаки. Существуют физический сервер и виртуальный сервер. Виртуализация — это технология виртуальной визуализации процессов. Контейнеризация — это сам метод виртуализации. Виртуализация — это безопасные конфигурации. В принципе, это типичные настройки, которые может выставить суперпользователь в параметрах, допустим, обычных. Ну, различные способы там тоже присутствуют для защиты системы. Анализ достигнутых результатов. Мы просмотрели обзор на основные методы безопасности операционной системы. Практическая значимость достигнутых результатов. Возможная разработка утилиты для защиты от утечек данных, формирования, понимания того, для чего нужны определенные сервисы в ЮНИКС. То есть мы можем воспользоваться этой информацией во благо далее. Я дальше. Общее заключение и выводы. Я изучила материал по теме своего доклада, узнала новую информацию, проанализировала ее, продемонстрировала то, что является основой безопасности для системы ЮНИКС. Спасибо за внимание. Спасибо. Филиппьева Ксения Дмитриевна. Я здесь. Давайте. Только у меня тема, которая уже звучала. Ну и что? Все хорошо. Так, сейчас, секунду. У меня... Я сейчас вылечу, вероятно. Или нет? Нет, не вылечу. У меня запрашивают доступ к тому же... Спасибо. 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 Очень прошу прощения, меня слышно? Да, теперь слышно. Все. У меня просто Мак поругался на то, что я захотела делиться экраном. Так. Это не тот экран, так. Спасибо. Спасибо. Так, видно? Да, на весь экран, пожалуйста. Все. Все. Так. Уже рассказывали этот доклад «Современные методы криптографии», но я расскажу об этом в контексте безопасности именно Юникса. Для начала криптография играет действительно ключевую роль в обеспечении безопасности информационных систем, в том числе и операционных систем семейства Юникс. Почему? Ну, как уже было сказано много раз, в современном мире данные передаются через открытые сети и хранятся на пациентных устройствах, из-за чего криптография действительно играет большую роль. Уже говорили о том, что такое криптография. Я конкретно хочу рассмотреть современные методы криптографии, которые применяются в Юниксистеме для защиты данных. Один из таких методов – это симметричное шифрование. Это метод, при котором для шифрования и дешифрования данных используется один и тот же ключ. Собственно, примерами современных алгоритмов симметричного шифрования можно считать IES – это стандарт шифрования, принятые правительством США, который поддерживает ключи длиной 128, 192 и 256 бит и считается таки довольно надежным. И другой алгоритм – это Chacha20, разработанный Даниэлом Брештейном. Собственно, он отличается высокой скоростью работы и хорошей безопасностью, и чаще всего используется в сочетании с аутентификатором поле 13.05. Асимметричное шифрование широко применяется в Юниксистеме для защиты данных на дисках, например, с помощью люкса, а также для обеспечения конфиденциальности сетевого трафика. Другой метод шифрования – это асимметричное шифрование, которое отличается от симметричного тем, что для защиты данных используются два типа ключа, то есть один открытый и второй закрытый. Открытый ключ подразумевает то, что может быть сбесен всем, и его как раз-таки используют для шифрования данных. А закрытый ключ держится в секрете и используется, наоборот, для расшифровки. Собственно, примерами алгоритмов асимметричного шифрования можно считать RSA. Это один из первых и наиболее широко используемых алгоритмов, который основан на сложности факторизации больших чисел. И Elliptic Curve Cryptography – это криптография на эллиптических кривых, которая обеспечивает тот же уровень безопасности, что и RSA, но с меньшими размерами ключей, что делает ее более эффективными. Конкретно в Unix-системах асимметричное шифрование используется для аутентификации цифровых подписей и управления ключами. Еще один метод – это хэш-функции. Это криптографические функции, которые преобразуют выходные данные произвольной длины в выходные данные фиксированной длины, то есть хэши. Хоробные криптографические хэш-функции обладают свойствами необратимости и устойчивости к коллизиям. Примерами хэш-функции можно считать СЧА-2 – это семейство хэш-функций, которые включают в себя СЧА-256 и СЧА-512, которые довольно-таки широко используются. И также можно считать хэш-функции СЧА-3 – это вообще наустрат хэширование, выбранный в 2015 году Национальным институтом стандарта и технологий. Собственно, это способ хэширования основан на алгоритме Качака и обеспечивает высокий уровень безопасности. В Unix-жи-системах хэш-функции используются для хранения паролей, проверки целостности данных и создания цифровых подписей. Один из таких довольно-таки важных аспектов – это управление криптографическими ключами, которые должны в себя включать генерацию, хранение, распространение и уничтожение ключей. То есть, опять-таки, для безопасного использования должны соблюдаться такие аспекты, как генерация случайных чисел, то есть для создания криптографических ключей должны использоваться надежные генераторы случайных чисел, хранение ключей, то есть ключи должны храниться в защищенном месте, распространение ключей, то есть для безопасной передачи ключей используются протоколы по типу RSA, и непосредственно уничтожение ключей, то есть когда ключ нам больше не нужен, то он должен быть капитально удален, чтобы предотвратить его восстановление. Ну и, собственно, протоколы безопасности. Современные Unix-системы используют различные протоколы для обеспечения безопасности сетевых коммуникаций, например, SSL и TLS – это протоколы, обеспечивающие конфиденциальность и целостность данных в интернете, которые широко используются для защиты веб-трафика, электроды, почты и других приложений. Другой набор протоколов для защиты сетевых коммуникаций на уровне API – это интернет-протокол security, который обеспечивает конфиденциальность, целостность и аутентификацию данных. И также SSH – это протокол для безопасного удаленного доступа к Unix-системам, который используют как симметричное и симметричное шкрывание для защиты данных. Ух ты, это была не та презентация, там ресурсы должны в рисунке стоять. Ну ладно. Ну и, собственно, каким выводом хотелось бы прийти? То, что современные методы криптографии играют ключевую роль в обеспечении безопасности Unix-систем. Все аспекты, которые я до этого перечисляла, это инструменты, которые должны работать вместе, чтобы защитить данные от их раскрытия, изменений и несанкционированного доступа. Но, конечно, хотелось бы, чтобы люди понимали, что криптография – это не панацея, и она должна быть частью комплексного подхода к безопасности, который включает в себя как регулярное обновление программного обеспечения, использование сильных паролей, обучение пользователей и мониторинг систем на предмет угроз. И, собственно, современные методы криптографии действительно являются неотъемлемой частью безопасности именно Unix-систем, и понимание и правильное использование этих методов имеют решающее значение для защиты данных в современном цифровом мире. А у меня все. Спасибо. Попробуем обсудить. Видно? Да. Хорошо. Значит, что у нас тут? Безопасность имеет несколько терминов. Мы рассматриваем субъекты и объекты. Объекты – это пассивные сущности, над ними осуществляется некоторое действие, а субъекты – это активные сущности. Они осуществляют некоторое действие. Ну, в данном случае они осуществляют доступ к объекту. Ну, и у нас есть действительный субъект и номинальный субъект, который выражен в чем-то. Например, карта доступа, ключ, пароль и так далее. Для того, чтобы все это работало, нужно реализовать политику безопасности. Политика безопасности не так давно стала необходимо требовать. Это в 90-х годах. До этого на нее не обращали внимания. В европейских критериях безопасности политика безопасности играет одну из ведущих ролей. У нас политика безопасности включает все технические, организационные, правовые аспекты. Для управления доступом принято выделять два типа или две модели управления доступом. мандатная и дискреционная модель. Следует сказать, что есть разные определения. Ну, например, очень распространено определение, когда мандатные и дискреционные модели разделяют по алгоритмам доступа. Например, к дискреционным относят модели типа Харрисона Роза Ульмана, а к мандатным типа Белла Лападула. То есть, уровни с несколькими уровнями безопасности модели. Но, скажем, в определении НСА, Агентства национальной безопасности США, принято разделять немного другим образом. К дискреционным относятся политики, которые задаются так, что пользователь может менять их. а к мандатным те, которые задаются извне, и пользователь не может носить в них изменения. Ну и вот мандатная модель наиболее распространенная это многоуровневая система или система с метками. Ну, например, как если вы фильмы про военных смотрите, про шпионов, то там фигурирует постоянно документация с грифами типа только для офицеров, только для внутреннего использования и так далее. Вот эти грифы это есть метка безопасности. соответственно в моделях Лападулы Белла Лападулы эта метка задает несколько уровней и мы можем писать снизу вверх, то есть ниже лежащий может писать выше лежащий, выше лежащий может читать, но не может писать ниже лежащий и только тот, кто находится на том же самом уровне может и читать писать в этот объект. Недостатки групповатая система конечно не очень удобно использовать достоинства но то, что она можно математически доказать безопасность состояния. Во всех этих моделях доказывается безопасность состояния, то есть если у нас исходная безопасность исходное состояние безопасности, то какие бы мы не делали манипуляции с состоянием естественно разрешенные моделью состояние при любых манипуляциях останется безопасным. критерии безопасности оранжевая книга наверное самые старые критерии 83 год там буквы и цифры идет вы наверное видели такие обозначения скажем безопасность с 21 B2B1 A1 это собственно уровень безопасности Министерства обороны США так вот на самый высокий уровень безопасности у нас требуется не только наличие мандатной модели но и то чтобы она была доказуема вот собственно проблема в математической доказуемости и не позволяет заменить более грубые мандатные модели какими-то более тонкими дискреционное управление доступом но обычно значит NSA говорит у нас что тут может пользователь менять обычно под дискреционным понимает наиболее распространенное модель это модель Харрессена Роза Ульмана или таблицы доступа грубо говоря представьте себе таблицу в которой с одной стороны субъекты с другой объекты и у нас в каждой клеточке права доступа субъектов к объектами и вот кстати почему права Юнекса по умолчанию РВХ то есть чтение запись исполнения поскольку потому что в модели Харрессенар у Роза Ульмана такие права такие права и выставляются в таблице в каждой клеточке заданы эти права и мы в рамках своих полномочий можем изменять то есть на свои пайлы скажем устанавливают другие права доступом но все равно мы находимся в рамках этой клеточки на плоскости из плоскости выйти не можем фактически необходимость суперпользователя рута в Юниксе возникает именно потому что нужен субъект который может передвигаться между разными клеточками этой таблицы доступа и менять права в этих таблицах доступа ну то есть вот рутовый пользователь и хотя Харрисона Роза Ульмана стандартная дискреционная модель например типизированная матрица доступа типизированная модель Харрисона Роза Ульмана она уже является мандатной моделью она применяется например в мандатной модели CELINUX списки доступа это расширение организационной модели управления доступом ну по умолчанию у нас три записи в ЮНИКСе идет для пользователя для группы и для всех остальных мы можем делать списки доступа более гранулированно более точно прописывая конкретные субъекты и объекты в этой таблице конечно точность возрастает но и структура тоже становится очень большой необходимость таких структурах возникла например при развертывании файл серверной архитектуры когда у нас операционные системы серверные хранили файлы ну вот для этих файлов и нужно было точно задавать права доступа для доступа у нас 3А авторизация аутентификация и идентификация ну вообще тут наверное по-другому стоит то есть вначале идет идентификация то есть вы идентифицируете себя когда у вас высвечивается запрос скажем логин вы пишите кто вы то есть свой идентификатор задаете потом идет аутентификация когда вы задаете пару идентификатор пароля ну или какую-то другую структуру которой вы обладаете или знаете и это пара проверяется в системе ну и в конце идет авторизация это когда определяется право доступа ваши как субъекта к конкретным объектам то есть после того как вы идентифицировали себя и подтвердили что вы это вы поскольку знаете один из факторов авторизации аутентификации или несколько факторов аутентификации дальше вы авторизуетесь то есть получаете определенные права доступа значит пользователи группы вы знаете пробовали на лабораторных права доступа тоже смотрели чтение запись исполнения обычно их в виде восьми речных цифр пишут потому что у нас три права соответственно два в третий это восемь восьмеричная цифра ну вот так вот они записываются у нас есть еще стики биты и сует биты ну сует биты есть на владельца так называется сует супер юзер бит и на группу сгид супер групп бит это идентификаторы сообщают что данный владелец или данная группа могут при выполнении этого файла подниматься до суперпользователя например тот же самый логин это программа или послодей программу которые у нас вас аутентифицируют или идентифицируют они имеют права суперпользователя чтобы иметь доступ к базам данных пользователя и стики бит он имеет несколько смыслов он менялся но в данном случае в современном виде он говорит что у нас при создании нового файла в каталоге со стики бит сохраняется владелец группа каталога на этом файле они ваши конкретно ну это значит проверка прав доступа ну вот это простейшая униксовая поскольку если у вас более сложные модели доступа в том числе и мандатные то там естественно усложняется значит это идентификатор это мой сгитсит это бы посмотрели суперпользователь как я сказал основная идея что он перепрыгивает через клеточки прав доступа собственно вот это вот идентификация ну гетти это у нас вот некий демон который запускает собственно терминал вот надпись логин это выдает он ну и есть графические такие же аналоги называются дисплей менеджеры или логин менеджеры это у вас вот картинка где вы логин и пароль должны ввести ну вот собственно вот это вот задает терминал или текстовый или графический а дальше передает программе логин которая то есть когда вы паспорт пишите то передается программе логин которая собственно проверяет пароль ну а дальше вы получаете свой доступ ну и вот для проверки пароля у нас нужны права суперпользователя ну в принципе если мы используем мандатные модели то можно более тонко настроить эти программы но в общем случае нужен суперпользователь значит базы данных пользователя ну вот стандартные базы данных это простейшие на хосте работают это стара посады стара групп страшеду и так далее но они уровня хоста а так вообще конечно для уровня сети мы должны хранить базы данных на сетевом компьютере чтобы поскольку у всех одно и то же должно быть это простейшие программы администрирования и самоадминистрирования добавления пользователя группы удаления изменения пользователя группы информации о них и изменения пароля также у нас программа работы с файловой системой для изменения владельца и группы ну и есть несколько вариантов подхода к ограничению сеансов пользователя но сейчас вот у нас все по спирали развивается сейчас у нас опять персональные машины и вот таких вот ограничений для общего пользования не нужно ну разве только если вы не на суперкомпьютере работаете но в принципе есть возможность задать эти ограничения но сейчас это зависит с помощью подключаемых модулей аутентификации это сановская архитектура более гибкая ну для вас вот вы работаете в дк у вас например ограничение на использование сетевого диска квота задается и выше чем квота вы использовать не можете ну вот пожалуй и вся информация вот так что-то у меня тут застряло так так вот ну вот пожалуй все есть ли вопросы какие-либо если вопросов нет то тогда до свидания до свидания до свидания